приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео поговорим о том где нужно в доме правильно хранить деньги почему чтобы деньги в вашей жизни в вашем доме в вашем кошельке всегда приумножались друзья очень важная цена информация которую мы рекомендуем всем порассмотреть от начала до конца каждый из нас мечтает научиться правильно обращаться с денежной энергией ведь когда она приходит в достаточном количестве человек не знаю что такое проблемы с деньгами а значит он может больше позволить себе в жизни ему не приходится постоянно переживать о том что он что-то делает не так и это обижает денежную энергию из-за чего она обходит его стороной денежная энергия очень чувствительно и установить к сожалению с ней контакт удается немногим так как некоторые пытаются обращаться с ней не чистосердечно некоторые не желают жить по ее правилам кто-то излучает жадность алчность но обманув себя не может обмануть денежную энергию кто-то может лениться много работать и тем самым не привлекает ее так как она не придет к ленивой категории людей деньги не только открывают перед человеком различные перспективы возможности расширяют горизонты но и порой портят людей попадая к тем кто на самом деле их не достоин так как готов использовать денежную энергию для каких-то негативных целей или же для того чтобы подчеркивать свой статус среди знакомых от таких людей денежная энергия очень быстро уходит и вернуть ее уже не получается как бы человек не пытался поэтому если денежная энергия пришла вашу жизнь у вас получилось доказать и что вы этого достойны продолжайте двигаться по данному пути не сворачивайте с него даже если вас будут ожидать какие-то трудности ведь она любит уверенных людей и будут стараться приходить вашу жизнь еще в большем количестве не стоит забывать и о том что нужно проводить денежные ритуалы изучать правила и учения которые передались от предков для того чтобы сделать нашу жизнь успешной и полной того что мы пожелаем чтобы безденежья и проблемы обходили нас стороной денежная энергия постоянно должна находиться в движении поэтому деньги нужно периодически тратить отпускает без сожаления и лишних эмоций так как они будут очень быстро возвращаться в нужном количестве обратно а вокруг вас никогда не получится энергетического застоя деньги должны всегда приносить счастье поэтому тратить их нужно только с положительными эмоциями с улыбкой делать с их помощью более счастливыми близких людей и те кто прямо сейчас нуждается в вашей помощи только так они будут поступать в вашу жизнь в большем и большем количестве и вы никогда не будете ощущать их отсутствие но немаловажным является это как они будут поступать в вашу жизнь как правильно и хранить ведь от этого тоже напрямую зависит то сможете ли вы это все приумножить или нет люди часто допускают две основные ошибки первое это то что как только получают какую-то сумму в свою жизнь они сразу начинают эти деньги тратить они должны хотя бы одни сутки находиться в вашем доме иначе таким казалось бы безобидным действием деньгам в этот момент показывает что в них не нуждались что их не желает нести в дом так как в нем и без данной суммы денег было хорошо а значит деньги больше не будут стараться приходить к вам вторая ошибка которую допускают люди это когда хранят деньги под кроватью или на полу под кроватью денежная энергия будет спать так как это место которое уже сформирована и окутана ленивыми энергиями и держа их на полу во первых вы будете мешать им привлекать денежную энергию и другие в большом количестве так как по силу так и по полу они не могут нормально функционировать а во вторых как вы показываете что не относитесь к ним с уважением но а так как денежная энергия очень она чувствительна она быстро от вас уйдет и для того чтобы попытаться ее вернуть вам понадобится много сил при этом как физических так и энергетически а также время которое вы будете на это тратить вместо того чтобы уже на протяжении этого отрезка своей жизни использовать деньги себе во благо и открывать что-то новое и прекрасно для себя для себя с их помощью наш дом наполняют различные энергии он передвигается энергия по дому но больше всего приумножается именно в тех местах которые за них отвечают так например за изобилие благополучия достаток отвечает кухня за любовь страсть взаимопонимание отвечает спальня за отношения между родными счастье успех добро отвечает гостиная а вот коридор это место в которое попадают как хорошие так и негативные энергии ванная комната туалет это те места которые часто накапливают негативной энергии деньги хорошо хранить в комнате в которой много света так как солнце отвечает за положительной энергии способна приумножать все энергии которые наполняют вашу комнату помещению куда попадают его лучи также хорошо когда в такой комнате на подоконнике будут находиться денежные растения такие как денежное дерево кактус бамбук герань замиокулькаса драцена лимон который будут помогать наоборот вам привлекать денежную энергию в большом количестве тем самым увеличивая финансовые потоки для денег хорошо завести коробочку зеленого цвета так как это денежный цвет и он способен запускать денежную энергию беспрерывное русло она не должна быть большой но должна позволять деньгам расположиться так чтобы у них ни в коем случае не заминались края если какая-то купюра будет иметь замятый уголок выровняйте его если будут надорвана или слишком потерта пусть даже и большого номинала не оставляйте такую купюру на сбережение так как вокруг нее повреждена энергетика которая уже будет создавать трудности при поступлении нужного количества денежной энергии складывая купюры обратите внимание что смотрите они все должны в одну сторону и обязательно находиться по возрастанию и для того чтобы сохранять сбережения мозг можно использовать и шкатулку для денег из дерева так как она также обладает силой и способна помогать в задуманном до дне коробочки или шкатулки обязательно нужно нарисовать знак бесконечности сверху положить ваши сбережения а на них лавровые листья проговорив при этом восемь раз такие слова деньгам уважения оказать спешу этим поступком денежную энергию привлекаю вот это и дальше правильные добрые поступки совершать денежную энергию к себе располагать когда закончите сразу спрячьте емкость которая находится ваши деньги в то место где она будет находиться не трогать и на протяжении трех дней чтобы денежная энергия притянулась и заполнила все пространство таким где ваши сбережения это может быть кошелек цвет которого вы должны подобрать опираясь на внутренние ощущения это в первую очередь взяв его в руки вы должны почувствовать тепло и это укажет что данная вещь уже подходит вам на энергетическом уровне и когда вы ее приобретете она вам будет помогать с ним проделайте то же самое о чем мы рассказали вам выше выше но перевяжите сверху зеленой ленточкой на которой нарисуйте знак бесконечности прекрасным местом для хранения денег будет и шкафчик под аквариумом в котором обязательно должно быть парное количество золотых рыбок на котором вы также сможете разместить статуэтку например это может быть денежная жаба с монеткой слон гном с мешком денег аист черепах черепаха и так далее какая-то из таких статуэток будет обязательно вам притягивать денежную энергию а вода будут ее приумножать большое количество раз отправляясь сильный энергетический посыл и распространяя нужные энергии по дому такое место способна даже избавить от денежных проблем если у вас нет возможности приобрести аквариум вы можете заменить это картиной с морем с океаном с водопадом но ни в коем случае не с водой стоячий иначе вместо того чтобы притягивать денежную энергию наоборот она будет перекрывать каналы через которые она может поступать а также раз в неделю в обустроенном вами месте стоит размещать круглую емкость с набранной на рассвете проточной водой проговаривая такие слова вода ты все сильно мне помоги денежная энергия жилье моё на деле потом эту воду нужно будет выливать под крепкое дерево очень скоро вы увидите результат при умножении финансов благоприятно в коридоре разместите связку монет желтого цвета на красной нитке это будет помогать через входную дверь притягивать денежной энергии которые попал ваш дом будут приумножаться если вы живете в частном доме то можно обустроить место для хранения денег на мансарде особенно вблизи птичьего гнезда или возле улья с пчелами так как именно эти животные насекомые они трудолюбивы они любят создавать строить а значит и энергию вашу денежную будут только увеличивать привлекая одновременно и другие нужны вам на определенном этапе энергии также для того чтобы выбрать правильное место для хранения денег нужно и прислушаться к своей интуиции она чувствительна у большинства людей и сможет с точностью с точностью указать на то место в доме где скапливается большое количество положительных энергий которые благоприятно будут влиять на ваши сбережения приумножая их как выбрать это место мы сейчас вас научим закрывайте глаза расслабьтесь и представьте себе глазами свои сбережения затем представьте что вы держите их в руках руки выставите перед собой затем подумайте в каком бы месте в доме вам было комфортно их пересчитать где вы ощущаете спокойствие заряд бодрости где вам нравится проводить время и расслабляться в таком месте и нужно хранить свои сбережения так как это место будет с очень сильной энергетикой место для хранения нужно выбирать тщательно продумывая все нюансы если не можете сделать это за первый раз попробуйте и далее когда определитесь попросите о помощи домового для этого возьмите монету желтого цвета постарайтесь взять самого большого номинал и киньте ее на шкаф проговаривая три раза следующие слова имя вашего домового называете и далее говорите ты за счастье хозяев отвечаешь мне пожалуйста помоги за деньгами нашими присмотри чтобы энергия денежная поступала и деньги только приумножала негатив от них отгоняй перекрыть денежные каналы не позволяй это простое действие поможет вам не только сохранять ваши сбережения но и позволит посылом зависти негатива со стороны перекрыть сильные и нужные каналы а заручившись поддержка своего помощника будьте уверены ваши сбережения в надежных руках а денежная энергия не будет утекать а только приумножаться раз в три месяца обязательно оставляйте домовому угощение на подоконнике в том месте где хранятся ваши сбережения и благодарите его за помощь это могут быть например орешки молочков блюдце или же конфетка может быть и печенье старайтесь поддерживать энергетику своего дома это поможет вам сделать так чтобы в него поступали только сильные и положительные энергии а вы могли обращаться к ним за помощью в нужный для этого момент от положительной энергетики в доме зависит и самочувствие от тех кто проживает в доме а значит и энергетический баланс который влияет на продуктивность на желание ставить цели и придерживаться их старайтесь поддерживать положительные отношения между членами своей семьи ведь только в дом который наполнен любовью смехом позитивом обладает мощными и неповторимыми энергиями которые подпитывает сама вселенная а значит становится покровителем во всех делах начинаниях и пожеланиях а в таком доме энергии только множится остаются в целостности и никуда не утекает а значит и все же все кто в нем проживут никогда не в чем не будут нуждаться у них всегда есть деньги это что делает их счастливыми людьми на самом деле это все очень просто получить каждому из вас главное подумать перед тем как начинать готовы ли вы учиться познавать что-то новое так как просто не будет будут трудности но справившись с ними вы получите прекрасную и обеспеченную жизнь с вами как всегда был канал эзотерика для тебя друзья обязательно подписывайтесь на наш канал для ставьте лайк этому видео обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените кому вы знаете что эта информация действительно будет полезна прямо сейчас на экране ведь два прямоугольника это следующее рекомендованные видео для вас нажимайте на том видео которое вам на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите друзья всех вам благ услышимся в следующем видео